P2P Arbitrage это способ заработка денег на разнице курса криптовалют. Купили биткоин за 30 тысяч долларов на одной бирже, перевели его на другую и продали за 30 тысяч 100 долларов. Где 100 долларов это наша чистая прибыль. Пример условный, но логика я думаю понятна. В P2P Arbitrage покупка, перевод и продажа криптовалюты осуществляется в максимально короткий срок. Мы не зарабатываем на росте цены на криптовалюту, а просто ищем место, где можно купить дешевле, а продать в то же время дороже. На этом направлении можно ежемесячно зарабатывать десятки, сотни тысяч и даже миллионы рублей. А в сегодняшнем ролике я расскажу и покажу, как можешь начать зарабатывать и ты на этом направлении по самой доходной и перспективной связке на данный момент времени. Сегодня на практике я буду использовать сразу несколько популярных бирж, а также капитал размером в 1 миллион рублей. А также карту Сбербанка или Райфайзенбанка на практике уже решим. Подробнее про рекомендуемый капитал, особенности работы с картами, а также обо всех других нюансах я расскажу уже после практики, к которой мы сейчас приступаем. Сейчас я нахожусь на бирже Beribit, которая будет являться нашей отправной точкой и которая является достаточно популярной биржей среди арбитражников. Beribit это клон популярной биржи Garantex, но с фиксированной комиссией. Taker тот, кто закупается или распродается по чужому объявлению, платит 0,15% комиссии. А Maker тот, кто уже создает объявление на покупку или продажу, платит 0,1% комиссии. Курс на Beribit точно такой же, как и на бирже Garantex. А также обе эти биржи можно пополнять при помощи наличных. На практике я буду пополнять именно биржу Beribit, так как она на данный момент предлагает меньше комиссий для тех, кто только начинает работать и порог входа туда, соответственно, ниже. А значит, эта площадка будет приносить значительно большую прибыль для всех новичков, так как комиссий будут меньше. Подробнее про саму биржу я вам буду рассказывать по ходу практической работы, а также после ее окончания. Для регистрации на бирже Beribit, если вы еще не зарегистрированы, переходите по ссылочке, которая находится в описании, регистрируйтесь и пользуйтесь этой площадкой. Регистрация здесь максимально простая, ничего сложного нет. После регистрации сразу нужно пройти верификацию, для этого заходим в личный кабинет, в мой профиль. Здесь у вас будет верификация аккаунта. Сама верификация проходит дистанционно, ваша задача подгрузить паспортные данные и пройти простую верификацию. И после ее прохождения у вас будут доступны все функции площадки. Для того, чтобы фиксировать жирный профит по этой связке, биржу Beribit нужно пополнять наличными, придя в офис в Москва-Сити. Лично я сейчас туда не пойду, но это сделают за меня, наши инкассаторы, которые работают у нас в команде. Да, я понимаю, что скорее всего у большинства из вас нет возможности приехать в Москва-Сити и пополнить биржу наличными, поэтому смотрите видео до конца, я в конце расскажу варианты, как решить эту проблему. Я уже дал задание инкассатору снять 1 миллион рублей с моей карты Сбербанка, а затем пополнить мой аккаунт Beribit. Инкассатор уже пошел выполнять поручения, смотрим, как он это делает и потом продолжаем нашу работу. Инкассатор выполнил заказ и 1 миллион рублей лежат на нашем аккаунте биржи Beribit. Сейчас наша задача встать на закуп UZT, пока мы будем ждать закупа, я вам расскажу о том, как происходит процесс снятия и какие нюансы и сложности есть в этом этапе. Для того, чтобы купить UZT, наша задача зайти в раздел биржа и здесь мы можем с вами купить либо по рыночной цене, то есть выступить в роли тейкера и заплатить 0,15 комиссии, либо мы можем зайти в раздел лимитная, самостоятельно выставить курс и произвести закуп в качестве мейкера и заплатить на 0,05% комиссии, меньше. То есть мы будем платить 0,1 вместо 0,15. Но при этом мы не сможем с вами закупиться, так сказать, в кнопку, то есть мгновенно. Нам нужно будет подождать, пока наш ордер исполнится, то есть пока придет какой-то другой тейкер и выкупит наше объявление. Здесь, в отличие от P2P площадок, нам не нужно ни с кем проводить сделки, мы просто выставили ордер на покупку или продажу и просто ждем, пока он исполнится. То есть формат торгов реализован, как на спотовом рынке. Переходим в раздел лимитная, здесь мы выбираем цену. Если мы будем закупаться в роли тейкера, то цена у нас будет 81,42. Если мы будем закупаться в роли мейкера, то цена будет 81,41. Также мы можем встать пониже, например, по цене 81,4, либо можем еще ниже по цене 81,37. Я попробую встать по цене 81,38, если закуп будет идти слишком долго, мы с вами передвинемся чуть наверх и закупимся по более высокому курсу. Здесь мы выставляем цену 81,38 и здесь просто нажимаем Макс, и мы на наш баланс в размере 1 миллион рублей 33 копейки закупимся на сумму 12275 UCT 75 центов. Нажимаем Купить. Все, как вы видите, у нас здесь появилась желтая стрелочка, это наш ордер, и сейчас мы просто ждем его исполнения. Да, давайте сразу еще посчитаем наш приблизительный спред, который мы зафиксируем при продаже уже купленных UCT. Продаваться мы будем либо на бирже Binance, либо на бирже Bybit, в зависимости от того, где в момент времени будет лучше курс. Сейчас я вижу курс лучше на бирже Bybit. Здесь у нас нет комиссии, соответственно, мы сможем по 81,73 спокойно распродаться, и давайте посмотрим, какой у нас будет спред. Закуп мы будем делать по курсу 81,38, как и планировали. Соответственно, комиссия 0,1, продажа 81,73. Комиссии на бирже Bybit нету. Наш спред при такой продаже составит 0,33, и чистая прибыль с 1 миллиона рублей 3298 рублей. Если же мы будем продаваться на Binance, давайте посмотрим курс Binance. Курс на Binance сейчас 81,73, плюс у нас будет комиссия. Я сегодня взял специальный аккаунт не мерчанта, для того, чтобы вам показать, как можно работать по этой связке без мерчанта. Комиссия у нас будет, соответственно, 0,1. С комиссией 0,1 и по курсу 81,73 мы с вами зафиксируем 0,23 спредом, и чистый профит составит 2294 рубля. Все, теперь наша задача ждать закупа. Так, ну что, пришло время рассказать, как мне удалось снять деньги с карточки Сбербанка дистанционно, удаленно, при помощи своего инкассатора. На самом деле, все максимально просто и очевидно. Инкассатор подходит к банкомату, нажимает снятие через QR-код. У него на экране высвечивается QR-код, я его сканирую со своего телефона, ввожу сумму, которую я хочу снять, и снимаю. Моему инкассатору, соответственно, банкомат выдает деньги. Здесь, наверное, каждый из вас вспомнит о том, что наши всеми любимые банки любят вводить различного рода ограничения, в том числе и ограничения на снятие наличных. И, наверное, у многих из вас возникнет вопрос, как снимать большие суммы с банковской карточки без каких-либо санкций со стороны банка, без комиссий, что немаловажно. И об этом я вам сейчас также расскажу. По факту, действительно, есть ограничения как у Сбербанка, так и у Райфайзенбанка на снятие наличных с банкоматов. У Сбербанка стандартные лимиты 150 тысяч рублей, у Райфайзенбанка 200 тысяч рублей. Но небольшой спойлер, что в Сбербанке, что в Райфайзенбанке, мы при помощи некоторых лайфхаков, о которых я вам сейчас расскажу, делаем безлимитный лимит на снятие. Для того, чтобы безлимитно снимать с карт Сбербанка и Райфайзенбанка, наша задача просто постоянно перевыпускать виртуальные карты, тем самым обнуляя лимиты. А для того, чтобы расширить в Сбербанке лимит на разовое снятие со 150 тысяч рублей до 500, наша задача просто подключить подписку Сбербрайм+. И таким образом у нас лимиты станут не 150 тысяч, а 500 тысяч рублей с каждого платежного счета, с каждой виртуалки. И мы просто сможем с вами постоянно перевыпускать виртуалки, тем самым обнуляя лимиты и бесконечно снимая деньги с нашего личного кабинета банка. А в Райфайзенбанке наша задача также выпускать виртуальные банки. А для того, чтобы увеличить лимит с 200 тысяч до 300 тысяч за разовое снятие, наша задача выпускать такую желто-зеленую виртуалку, сейчас вы ее увидите на своих экранах, она вам позволит снимать 300 тысяч за раз. В целом все достаточно просто, нужно знать лайфхаки, о которых я рассказал, пользоваться ими и спокойно работать по этой связке. Также пока мы ждем закупа на бирже Беребит, я бы хотел сделать небольшое отступление. Дисклеймер о том, что любая биржа, в том числе и биржа Беребит, она должна выступать у вас в роли инструмента. Инструмента для арбитража и для заработка денег. Не нужно использовать биржи для хранения денежных средств. Деньги на бирже это в первую очередь деньги биржи, а не ваши биржи, поэтому если вы хотите хранить деньги ночью, либо в нерабочее время, советую все переводить на горячие и холодные кошельки, для того, чтобы спать было спокойнее. Мы успешно закупились UZT по курсу 8138, как и планировали, и получили 12288 UZT. Сейчас мы будем переводить их на Binance или Байбит, решим уже по факту. Давайте посмотрим, какой у нас курс на Binance и Байбите, и примем решение, где будем продаваться, и посчитаем заодно спред. Я заметил, что курс на Binance немного просел. Сейчас можно успешно продаваться по курсу 6167. Также можно попробовать по 6168 выставиться, но здесь достаточно большие объемы, поэтому я буду выставляться за 6167. Спред у нас при такой продаже будет 0,15. Спред немножко подупал, но все равно он на хорошем уровне. С кругом мы зафиксируем 1558 рублей. Это достаточно хороший результат. Если мы будем продаваться на Байбите, то у нас спред будет выше. Давайте посчитаем, например, по курсу 81,7. Если мы будем продаваться на Байбите по курсу 81,7, то наш спред будет 0,29, то есть в 2 раза больше, и профит наш составит 2929 рублей. Но я уже немножко последил за биржей Байбит. Сегодня у нас воскресенье, поэтому воскресенье, как и положено, ликвидность меньше, чем в будние дни. И я посмотрел за тем, как двигается стакан, как исполняются ордера. На самом деле ликвидность сейчас не сильно большая, поэтому я принял решение переводить все на Binance, и на Binance буду распродаваться для того, чтобы не увеличивать скорость круга, а и для того, чтобы закрыть его как можно быстрее и зафиксировать профит. Даже несмотря на то, что мы заработаем в 2 раза меньше, я сейчас принимаю решение распродаваться на Binance, жертвуя спредом, но в угоду быстроты круга. Я вам советую в будние дни, когда хорошая ликвидность, смотреть в том числе и за другими площадками, зачастую на Байбите. Хорошая ликвидность, вы это можете опять же оценить по тому, как двигается стакан, как быстро распродаются другие арбитражники, и исходя из этого, примерно прикидывайте, сколько у вас будет потрачено времени на продажу на той или иной площадке. Также советую обязательно использовать в работе сразу несколько площадок, то есть закупились на миллион, например, скинули 300 тысяч на Байбит, 200 тысяч на Хобби, и 500 тысяч, например, на Binance, и продаетесь. То есть использовать можно, по сути, практически любую площадку для P2P торговли, выставлять свое объявление мейкером на продажу и продаваться, тем самым увеличивая свою ликвидность и в том числе спред, потому что, как правило, при продаже на Binance спред будет меньше, чем на любых других площадках. Так, ну что, давайте переводить купленные USDT. Для этого мы заходим в раздел «Кошелек», здесь нажимаем «Вывести», на Binance заходим в раздел «Кошелек», «Обзор кошелька», и нам нужно сейчас скопировать свой кошелек. Комиссия у Беребита по TRC20 и BEP20 одинаковая, 2 USDT, поэтому без разницы, по какой сети мы будем переводить. Я выберу сеть TRC20, заходим на Binance, нажимаем «Ввод» и выбираем здесь USDT, сеть TRC20, копируем кошелечек, переходим в Bybit, вводим адрес, нажимаем «Вывести все» и вводим код Google Аутентификатор. Нажимаем «Вывести». Все, заявка на вывод нашего баланса USDT создана. Ждем, пока USDT придут к нам на биржу Binance, и мы будем там спокойно их распродавать, фиксируя наш спред и, соответственно, профиль. Так, ну все, как мы видим, 12317,25 USDT пришли к нам на наш аккаунт Binance. Мы сейчас с вами будем выставлять объявления на P2P рынке и продавать USDT. Для этого заходим в раздел P2P. И первым делом наша задача нажать «Подробнее способы оплаты» и добавить новый способ оплаты, то есть реквизиты, на которые мы будем осуществлять продажу. Для этого нажимаем «Добавить способ оплаты», выбираем здесь Росбанк, он же Сбербанк. Продажу мы будем осуществлять именно на карту Сбербанка для того, чтобы следом начать новый круг. Нажимаем «Росбанк». В разделе «Нейм» мы ничего не изменяем и не можем изменить, в принципе. А в разделе «Номер банковской карты» вводим нашу банковскую карту, на которую мы будем осуществлять продажу. Нажимаем «Подтвердить» и вводим также Google Аутентификатор. Все, наши реквизиты успешно добавлены. Давайте выставлять объявление. Давайте еще раз предварительно сверим курс, посмотрим, по какой цене мы будем продаваться. Я выставлюсь, как и вот этот человек, за 8167. Давайте выставлять объявление. Для этого нажимаем «Новое объявление», «Хочу продать». Вводим здесь 8167 и нажимаем «Далее». Здесь мы указываем количество USDT, которое мы перевели. Это 12317,25. Далее лимиты поставлю от 30000 до 750. Здесь выбираем способ оплаты, который мы добавляли, и нажимаем «Далее». В условиях сделки я кратко пропишу «Зеленый банк», чтобы обозначить, что карта Сбербанка, а не Росбанка. Ну и, соответственно, карта друга о том, что я принимаю не на личную карту, а на карту третьего лица. Далее здесь мы ничего не меняем и нажимаем «Опубликовать». Подтверждаем. И давайте перейдем в стакан и посмотрим, где мы с вами находимся. Вот, собственно, наша позиция. Впереди нас стоит крупный мерчант с 18000 USDT. Далее есть не мерчант, который стоит по такому же курсу. 8000 USDT у него. Скорее всего, нам придется рано или поздно двигаться на цену 8166, потому что я не уверен, что мы быстро сможем распродаться, с учетом того, что впереди нас стоит достаточно крупный мерчант. Но в любом случае попробуем распродаться по курсу 8167. Посмотрим, как у нас это будет получаться. Если все будет совсем плохо с ликвидностью, то будем уже понижать цену. Не пришлось долго ждать. Первый ордер на 44000 уже прилетел. Мы сейчас просто ждем перевод от контрагента, и как только он придет, мы его подтвердим. Так, нам прилетело еще два ордера. Итого у нас сейчас открыто три ордера. По правилам немерчантов у нас в моменте больше трех ордеров открыто быть не может, поэтому нас сейчас нет в стакане. Наше объявление пропало, но как только мы с вами закроем один из ордеров, мы сразу появимся вновь в стакане. Для того, чтобы избежать такой проблемы, мы можем просто увеличить минимальную сумму сделки, например, до 50 или 100 тысяч рублей. Давайте я так и сделаю в следующий раз, а сейчас мы с вами закроем одну из сделок, по которой нам уже пришел перевод. Не успел я отпустить три предыдущих ордера. Мне прилетело еще три на сумму 30 тысяч, 80 тысяч и 340 тысяч рублей. Жду переводы от контрагентов и также подтверждаю их. Так, я поднял немножко цену до 81.68, потому что стакан немножко подраскупили и можно спокойно вставать чуть повыше. Я встал на одну копейку по 68 и мне прилетел следом ордер на 206 тысяч 230 рублей. Я решил передвинуть цену еще повыше на 81.72 и мне прилетел ордер на 80 тысяч. Это один из последних ордеров, если заявка крупная на 340 тысяч подтвердится, потому что клиент долго переводит, уже жду две минуты. Если в течение двух минут клиент не переведет, эти USDT разморозятся и мы их будем вновь продавать, но уже по более высокому курсу, потому что стакан немножко опустел и можно спокойно вставать по 81.72, либо по 81.71 и продаваться по такой цене. Я сейчас жду перевод на 80 тысяч по курсу 81.72. В итоге клиент на 340 тысяч по курсу 81.67 не перевел мне деньги. Это даже к лучшему, потому что мы сейчас снова с вами в стакане, но уже по курсу 81.72. У нас осталось распродать 4904 USDT и я думаю, что в течение буквально 2-3 минут нам удастся это сделать. Не прошло и нескольких минут, как нам прилетело три ордера на сумму 70 тысяч, 215 и 105 тысяч рублей. Мы ждем переводы от этих контрагентов и мы с вами распродались по курсу 81.72, что, собственно, не может не радовать. Так, ну что, мы распродали все наши USDT. Давайте пробежимся быстренько по ордерам. 44 тысячи отменен. Ордер 40 998 44 700 по 81.67 завершены. Двигаемся дальше. Также ордер на 30 тысяч за 81.67 исполнен и ордер на 80 тысяч по 81.67 исполнен. Две отмены было на 340 и 30 тысяч рублей. И дальше у нас 6 завершенных ордеров, 2 из которых на 81.68 суммами 122 520 и 206 230. И далее 4 ордера уже по курсу 81.72. Сумму вы видите перед своими глазами. Я сейчас быстренько на калькуляторе посчитаю, сколько суммарно нам удалось продать USDT и с какой профит мы заработали. Итого нам удалось распродать USDT на сумму 994 488 рублей. Это та сумма, которую я получил на свою банковскую карту. Также у меня остался еще небольшой остаток USDT на сумму примерно 7356 рублей. Итого мы с круга зафиксировали 1800 рублей чистой прибыли. Соответственно наш спред получился 0,18. Я считаю это очень достойным результатом с учетом того, что мы с вами ничего сверхъестественного не сделали. И затратили по сути минимум времени и минимум усилий. Даже несмотря на то, что сегодня воскресенье, казалось бы, не самый жирный день для арбитражника. Не самый спредовый, потому что биржа закрыта, волатильность она небольшая, ликвидность тоже меньше обычного. Но несмотря на это мне удалось зафиксировать неплохой профит с одного круга. Я бы сейчас мог спокойно продолжить работать по этой связке. Собственно чем мы сейчас и займемся. Но этим заниматься буду уже не я, а мои сотрудники. Потому что мы каждый день работаем по этой и массе других арбитражных связок. Которых я собственно рассказываю вам на этом канале. В среднем, как показала наша практика, спред по этой связке держится на уровне от 0,2 до 0,4. Если у вас обычный, нераскачанный, не мерчантовский аккаунт. А если у вас есть мерчант на Binance со статусом VIP 3 уровня. Или если вы распродаетесь на менее ликвидных площадках. Таких как Bybit, Huobi, Okix и другие. То есть вы увеличиваете свой спред путем продажи на менее ликвидных площадках. Вы можете спокойно рассчитывать на спред от 0,3 до 0,7%. А если у вас есть постоянные клиенты, под которых вы работаете. Чем собственно мы постоянно и занимаемся изо дня в день. Вы можете спокойно рассчитывать на спред от 0,5% до 1,5% чистой прибыли с одного круга. А теперь давайте еще раз зафиксируем сегодняшнюю связку, но уже в виде схемы. Шаг первый. Мы обналичиваем рубли с нашей банковской карты через банкоматы. Шаг второй. Мы при помощи биржи Беребит, которая находится в Москва-Сити, идем и пополняем наличными свой аккаунт. Для того, чтобы пополнить биржу Беребит наличными, нужно связаться с техподдержкой на сайте Беребита и заказать себе пропуск. Шаг третий. В разделе биржа мы покупаем UZT. Шаг четвертый. Переводим купленные UZT на биржу Bybit, Binance, либо Huobi и продаем там наши UZT. Получая рубли на нашу карту и фиксируя собственно профит. Шаг пятый. Переходим к первому шагу и повторяем эти действия круг за кругом. Таким образом, в так называемые хорошие дни можно зарабатывать спокойно за один круг от 0,5% до 1% чистой прибыли с круга. Обладая капиталом в 1 миллион рублей, можно зарабатывать ежедневно вплоть до 100 тысяч рублей чистой прибыли. Что собственно делаем и мы, и наши знакомые арбитражники из нашего закрытого приватного комьюнити. Сейчас где-то на экране вы видите скриншоты одного из рабочих дней, где нам удалось заработать более 100 тысяч рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Для работы по этой связке я советую вам использовать капитал от 100 тысяч рублей. Почему от 100 тысяч рублей? Потому что у вас будут некие затраты. Затраты на передвижение, на пополнение для того, чтобы съездить, снять наличку, пополнить биржу. Соответственно, работать с банком менее 100 тысяч рублей будет не особо интересно, потому что расходы будут велики и они будут жрать часть вашего профита. Также можно использовать в этой связке и большие банки, вплоть до нескольких миллионов рублей, до 2-3 миллионов. Можно спокойно оборачивать по этой связке. Я обернул миллион, как вы заметили, да, никаких проблем у меня не было. Можно спокойно использовать и суммы больше. Ликвидность позволяет это делать, поэтому можно спокойно крутить и большие суммы. То есть зарабатывать с этой связки действительно можно очень и очень много. Но также нужно и важно знать особенности, которые могут помешать вам на пути к достижению такого результата. Особенность первая. При переводе с биржи Беребит напрямую на кошелек Бинанс вам не будут прилетать блокировки, в отличие от перевода, например, с той же биржи Гарантекс, которая находится под санкциями, и при переводе с которой вам прилетит, скорее всего, блокировка биржи Бинанс. То есть вы спокойно, без каких-либо санкций и проблем можете делать переводы с биржи Беребит и на биржу Беребит в связке с любыми другими биржами, в том числе и с биржей Бинанс. Вторая особенность. Пополнять аккаунт третьи лица не могут. Это запрещено правилами биржи, поэтому ваша задача, если вы пользуетесь услугами инкассатора, чтобы он пополнил свой аккаунт сначала, а затем при помощи созданного кода передал баланс вам. Создание и передача рублевого кода бесплатное. Третья особенность. Беребит имеет огромный минус по отношению с биржей Гарантекс. Минус заключается в том, что у биржи Беребит не развит абсолютно раздел P2P торговли, то есть вы не сможете работать мейкер-мейкер внутри биржи через P2P раздел, а также вы в принципе не сможете адекватно и выгодно пользоваться P2P разделом на этой бирже. И последняя, четвертая особенность. Минимальная сумма для пополнения этой площадки 50 тысяч рублей. Ну а перед тем, как перейти к рекомендации по использованию банковских карт в этой связке, я хочу вам дать небольшую и абсолютно бесплатную полезность для каждого из вас. Это видео посмотрят как люди, ничего не понимающие в криптоарбитраже, так и опытные арбитражники. И пожалуй, у каждого из вас есть определенный запрос. У кого-то запрос в том, как начать развиваться в сфере, у кого-то в том, как масштабировать свой заработок с P2P арбитража. У каждого из вас разные запросы и желания, но почти каждый из запросов можно закрыть в телеграм-канале P2P, который был запущен мной и Саней Харчевниковым. В телеграм-канале P2P мы размещаем информацию как для полных нулей, так и для ребят с большим опытом и твердыми знаниями. Мы не только делимся актуальными новостями из мира арбитража криптовалюты, но также публикуем разборы популярных и не очень классических и международных арбитражных связок, наши уникальные командные наработки, проводим прямые эфиры и практические стримы и устраиваем крутые и масштабные марафоны по заработку на P2P. А кроме того, делимся лайфхаками арбитражника, публикуем полезные гайды и мануалы, а также мошеннические схемы, о которых вы можете споткнуться во время работы. Конечно же, это далеко не все. Например, в комментариях под постами у нас разворачиваются дискуссии на различные темы, участие в которых принимают также ребята из нашей команды, я и масса других клевых и топовых арбитражников. Короче говоря, P2P-канал — это самое большое СНГ-сообщество людей, интересующихся P2P-торговлей и арбитражем криптовалюты. И быть неподписанным на него — настоящее преступление. Так что обязательно переходи по первой ссылочке в описании к видео и вступай в наш телеграм-канал. Мы с Аней вас всех ждем. Для работы по этой связке можно использовать обычную карту Сбербанка, либо Райфайзенбанка, а также премиум-карту Сбер-1. Но использовать премиум-карты Сбербанка по большому счету смысла нет, так как они не дают весомого преимущества над обычными картами Сбера. При помощи обычной карты Сбера можно безлимитно снимать деньги с банкоматов, тем самым успешно работать по этой связке. Также для работы можно рассмотреть и обычную карту Райфайзенбанка, которая отлично себя показывает при работе с наличными. По карте Райфа получится ежесуточно делать такой же безлимитный объем. А сама карта, скорее всего, проживет у вас около 15-30 миллионов оборота. С учетом того, что карты Райфа можно в среднем покупать за 4-10 тысяч рублей, карты Сбера за 10-20 тысяч рублей, а карты Сбер-1 за 30-70 тысяч рублей, то срок жизни карты Райфа соизмерим с ценой на нее. Также в работе вы можете столкнуться с тем, что существует дневной лимит на снятие наличных, о котором я вам уже ранее рассказывал. В Сбере мы можем при помощи подключения Сбер Прайм Плюс подписки достичь лимитов 500 тысяч рублей, а в Райфе при помощи выпуска зелено-желтой виртуальной карты наши лимиты станут 300 тысяч на снятие наличных. Но при помощи перевыпуска виртуальных карт мы спокойно обходим этот лимит, о чем я вам, собственно, и рассказывал ранее. Может показаться, что из-за быстрой смерти карт эта связка не очень, и ее не стоит брать в работу. Но на самом деле это не так. Вспомните, какой спред можно фиксировать по связке, и какие суммы можно зарабатывать ежедневно работой по ней. Если вы запасетесь картами Сбера или Райфа, а кроме того, у вас будет возможность пополнять биржу Беребит, то вы спокойно сможете рассчитывать на спреды вплоть до 1-1,5% за один круг, а прокручивать можно спокойно даже миллионы рублей. Что, собственно говоря, очень и очень жирно. А теперь давайте вернемся к вопросу о пополнении биржи наличными. Почему нужно пополнять именно наличными, и что делать, если такой возможности нет. Пополняем биржу наличными мы по той причине, что нет никакой комиссии за это действие. Если мы будем пополнять с банковской карты, появится комиссия, которая будет жирать наших профитов. Вы сейчас можете подумать, что эта связка нереализуема для тех, кто живет за пределами Москвы и не может посещать Москва-Сити. Но я вас постараюсь немножко переубедить и дать вам советы о том, как решить эту проблему. Во-первых, если вы не из Москвы и не собираетесь туда переезжать ради этой связки, также вы можете договориться с доверенным лицом, чтобы вы ему платили просто процент от чистой прибыли, либо какую-то фиксированную оплату за день, месяц и так далее. Также можно рассмотреть вариант с переездом в какой-нибудь хостел, который находится поблизости Москва-Сити, в некую командировку. То есть вы приезжаете в Москва-Сити, платите за хостел тысячу рублей, живете там, питаетесь, работаете, и те затраты, которые вы будете нести на жизнь и проживание в Москва-Сити, они не соизмеримы с тем, сколько вы будете зарабатывать. То есть тратить вы будете мало, а зарабатывать намного больше. Если вам и первый, и второй вариант не подходит, то можно рассмотреть вариант работы через биржу Гарантекс, где вы будете через P2P раздел покупать рублевый баланс, немного теряя в спреде из-за того, что при покупке рублевого баланса вы будете доплачивать тому арбитражнику, который продал вам этот баланс. Но при этом в моменты жирного спреда это все равно будет окупаемо, и вы сможете работать по этой связке, пусть и менее эффективно. Мы в свою очередь следуем первому пункту и нашли инкассаторов, которые за 100 тысяч рублей в месяц работают ежедневно по нашим заявкам. Найти себе такую команду людей или даже одного человека, которые будут носить ваши сотни или даже миллионы рублей, нелегко. Поэтому лучше делать это самостоятельно или пользоваться услугами проверенных людей. Вы можете получить доступ и к нашим инкассаторам, где мы страхуем ваши деньги один к одному, гарантируя их полную сохранность. Конечно же, это не бесплатно, но зато вы полностью решите проблему пополнения наличными биржей Беребит. А для того, чтобы пользоваться услугами нашей инкассации, необходимо вступить в наше закрытое комьюнити, в которое помимо бесплатной инкассации входит еще и масса других бесплатных плюшек для всех членов закрытого комьюнити. Все подробности об этом находятся по ссылке в описании к этому ролику. Да, эта стратегия работы с наличными входит в пул относительно высокодоходной стратегии, но при этом достаточно трудна в реализации. Если бы она была доступна для всех и не была трудна в реализации, то спред бы автоматически был намного меньше. И только вам решать, по каким стратегиям работать. Высокодоходным и трудным в реализации или низкодоходным и простым. Каждый подход имеет место быть. Я лишь освещаю каждый из них для вас. На этом я заканчиваю разбор высокодоходной и актуальной связки с биржей Беребит. Надеюсь, что после просмотра этого ролика вы сможете открыть для себя как минимум новые горизонты в сфере P2P. А как максимум заработаете хорошие деньги. Если это так, то не забудь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и рассказать о нем своим друзьям. Также включайте колокольчик для того, чтобы первым узнавать о новых и актуальных связках в мире арбитража криптовалюты. Ну и в описании к ролику обязательно загляните, там масса полезных ссылок из сегодняшнего ролика. А я побежал, как всегда, готовиться к новому ролику. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok